С вами Фрикстр и это видео по Elden Ring, немножечко будет гайд, решил что-то интересное по этой игрушке сделать и в общем-то только что буквально фармил души и, скажем так, нашел очень приятное такое место для фарма за мага. Но сразу хочу сказать, что для этого фарма вам желательно какую-нибудь либо просто очень сильную ауешку, то есть просто какой-нибудь гс хороший, либо там какое-нибудь оружие, у которого есть скилл на дальнее расстояние, плюс захватывает большую область и так далее. Вот, все, думаю, знают фарм посредством вот этих вот чубриков, если можно их так назвать, да, то есть мы телепортируемся в звериное прибежище, бегаем, убиваем каждого вот этого вот дурачка и получаем за него в среднем по 1000 душ, но при этом если мы имеем какие-то амулеты плюс куриные лапки, то мы получаем там 1400 душ. Вот, и сейчас, собственно, будем проверять мой метод фарма, он находится вот здесь, в Нокстейле, если не ошибаюсь, это называется место. Точка спавна это у нас Нокстейла, вечный город, это уже не early game, то есть сюда попасть довольно тяжело, вроде по квестовой линии, поэтому на самом-то деле желательно как бы, ну это уже такой middle game, middle game, но в этом месте все-таки я получаю немного больше экспы, чем условно на вот этих вот всеми известных точках. В общем-то поехали, давайте покажу маршрут, посмотрим сколько душ мы зафармим, давайте я, наверное, буду без талисмана жука или, наверное, с талисманом жука, просто он дает плюс 20% к душам. Сейчас мы посмотрим сколько без него мы лутаем, вот, поэтому поехали. Использоваться я буду туманом ночной служанки, ну и по возможности, если будут попадаться по пути обычные враги, то обычные снаряды блестящих камней. Туман служанки дается за фолиант, честно не помню, либо с... А, нужно выполнить квест на болоте, сейчас покажу в каком... Сейчас переключиться на клавиатуре, не совсем помню все кнопки, которые не боевые. Вот, в общем, здесь в лачуге у нас есть такой старец, он сидит на стуле, и когда мы первый раз сюда попадаем, он говорит нам, что мы должны принести ему золотую иглу. В общем, идем в эту зону, здесь убиваем босса, приносим ему иглу, он ее чинит, потом поднимаемся здесь на вершине, на вершину, вот, в этот вот храм, храм чумы. Там сидит девочка, вот, и ей нужно дать эту иглу, чтобы она вылечилась, после чего, как бы, мы идем обратно, и он дает нам заклинание. Мы получаем, ну, точнее, мы получаем фолиант, вроде как, или даже у него можно, вроде, купить эти заклинания, покупаем у него этот дымок, ну и, в общем-то, все. Вот, и идем по такому маршруту. В общем, здесь у нас первый враг, с которым придется действительно сразиться, но он не сложный, да, скажем так. Если у вас есть мечики, которые автонаводящиеся, то сложности нет. То есть у нас было 34 тысячи, можно сказать, ну, давайте 35 тысяч, да, то есть, и мы будем фармить на вот таких слаймах. Здесь есть несколько кемпов, таких довольно удачных, которыми можно их пофармить. Просто кидаем тучку и ждем, просто кидаем тучку и ждем. Они сами будут умирать, да, некоторые там могут спрыгивать чуть раньше, но, собственно, каким-то таким образом мы просто-напросто их забираем. Так, сейчас я немножечко отоплюсь. Вот, это не первое место, то есть это первое место, но не последнее. Дальше еще будут места, интересно, где этих слезней побольше, побольше. Собственно, главное не заходить в этот дымок, так сказать, потому что он у вас будет дамажен. Сейчас они как-то разрозненно спавнились, но обычно они в кучке, обычно они в кучке. То есть, условно, смотрите, за каждого моба в красной локе мы получаем по 1400, а здесь за каждого слизня мы получаем по 600 или 400, да, по 400. То есть, по сути, мы должны убить трех таких слаймов, чтобы, как бы, получить тот же профит, что из одного того моба. Но там есть одно но. Там эти мобы находятся далеко друг от друга, а здесь все слаймы в кучке, так что любая ауешка решает все вопросы. Вот, можете еще здесь подфармить, но я обычно этот кэмп не фармлю, но давайте просто пройдемся, так как он по пути. Вот, просто ждем, пока они умрут. Все, можем идти дальше. Собственно, спиляемся. Дальше у нас будет один неприятный враг, поэтому я советую переключиться на какие-нибудь боевые заклинания. Но он несложный. Это у нас шар, то есть, многие его просто доджат и бегут дальше. Но, скажем так, именно с этим можно спокойно сразиться. Вот, поэтому сейчас мы будем это делать. За него тоже, как бы, приятное количество душ дают. Вот. Главное, не стойте слишком, точнее, не давайте ему спокойно катиться. То есть, вы должны его дамажить по-любому, потому что он вот так вот разгонится и может вас смести. Собственно, идем дальше и, скажем так, идем к последнему месту, которое нам нужно. Последний кэмп, после которого мы опять делаем то же самое, опять делаем тот же проход. Это как раз место, где я начал свой видосик. Вот здесь начинает падать очень большое количество слаймов. Мы просто подходим вперед, кастуем вперед туман и ждем. Они просто будут умирать. Мы, как бы, стоим, а пока, в общем, ничего страшного. Да, по 413 душ за каждого. Собственно, и просто ждем. Они будут продолжать падать. Это не последний, поверьте, здесь еще очень много упадет. Думаю, если вы были в этой локе, вы знаете, сколько их здесь. Вот, заканчивается туман, кастуем еще раз. Все, собственно. И как бы просто стоим, а пока. Как только у нас спавнится... Как только у нас спавнится мячик, точнее падает вот этот мячик, мы тоже его атакуем. Но не туманом, хотя туман его тоже дамажит, а именно нашим стартовым заклинанием. То есть вот спавнится, все, мы его придаем. Тем более у нас слаймы умирают, они взрываются, не носят электрический урон. Собственно, все. Мы вот пофармили и смотрим, сколько у нас прирост. У нас было сколько? 34 тысячи, да, душ? Или 35? Ну да, 35 я там убил дамочку, ее не считал. 35 душ. То есть, по сути, мы нафармили 19 тысяч душ за вот такую легкую проходку и всего лишь за парочку буквально кастов заклинания. То есть, если мы будем все-таки бегать по той локе, которая стартовая, да, которую все рекомендуют как фарм, то, скажем так, здесь нам придется просто очень долго бегать. Очень долго бегать, искать этих чувачков. Тем более они ваншот, ну, ваншотают вас. Поэтому, скажем так, этот метод более безопасный. Вот. Ну и, конечно же, более такой приятный, потому что вам ничего не нужно делать. Вам просто нужно подойти, кастануть этот туман служанки, ночной служанки, и все. Собственно, и вы фармите души. За, можно сказать, 3 таких проходки у вас уже там условно будет плюс 1 уровень. Ну, если вы, конечно, уже в мидгейме. Но я думаю, в эту зону... Я просто не помню, как в эту зону попадать. И, скорее всего, в нее нужно попасть в мидгейме. Честно скажу, не помню, где тут проход. Если я не ошибаюсь, глубины речного источника. Вот это у нас здесь начинается. Все. То есть нам нужно попасть вот в эту... Вот в эту лачугу. Хотя нет, стой. Смотрите. То есть здесь, когда мы попадаем сюда, у нас проход есть только в эту сторону, и все. То есть вот здесь мы заканчиваем. А чтобы сюда попасть, наверное, нужен основной поток реки Анцель. Да, наверное. Скорее всего, это именно так работает. По-моему, нас Ренна переносит в этот данж, если я не ошибаюсь. Поэтому советую выполнить именно с ней квест. Тем более в этом данже как раз-таки присутствует квест с этой самой Ренной. Мы спускаемся, ищем эту куклу. То есть и идем по маршруту. Кстати, да. Чтобы выполнить квест с Ренной, нам нужно, во-первых, убить... Как его? Родана. Вот. После чего упадет звезда. Вот это. А, все. Я вспомнил. Это... В этот данж мы можем попасть через Форт Хейт. Вот здесь будет такая яма. После того, как мы победим Родана. И через нее мы как раз-таки попадем, если не ошибаюсь, в этот... В этот проход. Но, если не ошибаюсь, также еще нужно поговорить все-таки с Ренной. Она находится здесь в ночное время суток. Поднимайтесь на самую вершину, разговаривайте с ней. Вот. Что ж, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вы вдруг знаете это место, если оно вам доступно, и вы пойдете в него фармить, то обязательно ставьте лайкос, пишите комментики. Надеюсь, я вам помог. А на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok